Министерство экологии и природных ресурсов региона стоит обширная, но в первую очередь она связана с природоохранной деятельностью. Очень серьезный штатный состав. У нас есть очень много плюсов, которые мы можем доложить. Это нужно развернуто разговаривать, докладывать, но мы для себя понимаем, что в плане соблюдения природоохранного законодательства на территории республики будет наведен порядок. Министр природопользования также отметил, что в текущем году ведутся работы по новым заказникам, в частности Бура, Шанчи и Хамсара. Кроме того, с декабря прошлого года начался учет диких животных в охотничьих хозяйствах в Пихемском, Каяхемском и Тесхемском районах. Вписаны хозяйственные соглашения, и у нас уже эти хозяйства развернуты и работают. Основная стратегическая задача – это обеспечение охранного режима на этой территории, воспроизводство биологического ресурса и укрепление материально-технической базы наших именно надзорных органов. Эти предприниматели перед нами в регулярном порядке отчитываются, но пока у нас такие достаточно промежуточные результаты, ну, нужно понимать, что это только период становления. Поэтому дорожная карта по этому проекту, она тоже расписана, и мы в постоянном режиме их мониторим. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Артыш Салчак рассказал о главных проблемах прошлого и, пожалуй, текущего года. В первую очередь – это волки. Напомним, что в декабре 2018 года в селе Эрбек волк напал на людей, ну, а несколькими днями позже в центре Кызыла поймали серого хищника. В данном случае, когда волк свободно бегал по улицам Кызыла, это все широко освещалось, в СМИ в том числе. От данной волка точно установлено, что его держали в частном доме. Вероятно, ну, конечно, мы уверены, что его щенком привезли и там же вырастили, потому что по сети интернета уже, так скажем, гуляли видеоматериалы, где данная волка, там люди ласкают, там как собака держали. По данным лицам проводятся следственные мероприятия, и незаконное содержание вне воли дикого животного – это серьезное нарушение природоохранного законодательства. Ежедневные рейды по выявлению фактов незаконной добычи диких животных и прочих нарушений дают свои результаты. Примером тому могут служить недавние факты задержания браконьеров, отмечает замминистра. В настоящее время государственные охотинспекторы, кроме проведения оперативно-рейдовых мероприятий, занимаются своеобразной переписью основных видов охотничьих ресурсов.